В конце ноября 1941 года в Куйбышеве и на Безымянке было очень холодно. Ветер гнал снежную крошку через рельсы по реке и дальше, где снег таял от слабого тепла сотен тысяч тел и от редких костров. Такой увидел Безымянку автор романа «Безымян Лак» Андрей Олих. Некоторые страницы этого романа мы с вами сегодня и перелистаем. Жизнь от корки и до корки, перечитанная мной. По неволе станешь зорким в этой мути ледяной. Иван Андреевич подошел к окну, выходящему во двор. За пыльными занавесками, за грязными стеклами на землю сверху стекали чернильные сумерки. Охранник, без знаков различия, днем спавший в коридоре, стоял среди двора в одной гимнастерке и курил. Рядом с ним из ведра ела свинья. Витя подошел к ней, присел на корочки и потрепал ей за гривок, как будто любимой собаки. Продолжая гладить свинью, он сделал резкое движение правой рукой, и свинья, перевернув ведро, упала набок. Витя вытер ее обок нож и стал смотреть, как из разреза на шее вытекает кровь, неотличимая от грязи и ноябрьских сумерек. Иван Андреевич никогда еще такого не видел. Из деревни его увезли в Пензу, когда ему было только четыре. Отца он не видел, мать забылась, оставшись в памяти далеким плачем. Все, что он помнил из детства, ровная полоска горизонта в верхнем облязве. Но вот дверь скрипнула, Иван Андреевич обернулся. На пороге стояла девушка, которая внимательно и пристально смотрела на него. Ее волосы были уложены в аккуратную прическу, а губы чуть-чуть улыбались. Иван Андреевичу показалось, что в комнате сразу стало жарко. «Папа попросил вас к ужину», – произнесла девушка. «Вы дочка Геннадия Андреевича?» – спросил Иван. «Да, у нас часто бывают с комиссиями, но в штабе селиться редко. Надеюсь, у нас еще будет время узнать друг друга». И снова девушка улыбнулась, поглядывая на гостя. А мы продолжаем листать страницы романа Андрея Олиха «Безымян лак». Дорога спустилась до безымянки, и панорама исчезла. Великали деревья, одинаковые, как повторяющаяся фраза. «Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант». В октябре с проверкой сюда приезжал сам Берия, и после его визита никаких серьезных проблем остаться было не должно. От простого лейтенанта Неверова требуется решение несложного дела. Если все пройдет быстро и деликатно, если виновные будут найдены и наказаны, если еще лучше виновных не окажется, в Москве Иван Андреевич будет ждать звания старшего лейтенанта госбезопасности. Если Москва еще будет. Если кто-то наверху не послал его на обреченное дело. И вместо без лица и без имени искать тех, кого больше нет. В конце ноября 1941 года на Безымянке было очень холодно. Ветер гнал снежную крошку по Самарке и дальше по рельсам. Туда, где снег начинал таять. От тепла сотен тысяч тел, от сухого пара машин и от редких костров. Поезда выкидывали один за другим новые десятки зеков, которые смешивались с прежними, рывшими землю, согревавшими ладони дыханием и едва-едва видевшим свет. В промерзших котлованах крутились маленькие вихри и снежной пыли, которые носились вверх. Ветер обтекал трубу Безымянской ТЭЦ и забирался под воротники вохровцев. Тушил спички, которыми они пытались раскрыть сигареты. Их собаки устали стоять, скулили, но сесть на промерзшую землю боялись. Влажный воздух делал мороз нестерпимым. И даже видевшие зиму в сибирских лагерях бойцы НКВД не знали, как им спастись. Но и на этом ветер не останавливался. Раскачивая тяжелую колючую проволоку, он перелетал через лагерные заборы, пробирался сквозь щели в штабы разных отделов и превращал чернила в лед. Потом ветер затихал. И зэкам, вохровцам, вольнонаемным удавалось сделать короткий вдох. Прежде чем безымянка снова выдыхала, и ветер летел обратно с новой силой, срывая с места и приебая к земле все, что могло ему сопротивляться. Но 29 ноября сделалось еще холоднее. И теперь ветер проникал в горло, как бритва, а грязь замерзала на глазах. Газ-61 подпрыгивал на замерзшей колее, не давая уснуть. Иван Андреевич открыл глаза и увидел дорогу, уходящую куда-то вниз. Безымянка-то, да, родилась задолго до заводов, как место, и я не настаиваю на истине. Моя личная теория заключается в том, что вряд ли какой-то здесь был ручей или речь, как рассказывают. Скорее просто это яма, место здесь ничем не запоминающееся, здесь нет ни видов, ни рек в ближайшем. Там Самарка довольно далеко с места. Никакого вида не открывается. Она такая безликая, в общем-то. И назвать ее действительно нечем, ничего запоминающегося, потому что это яма. И поэтому отсюда и названия никакого нет. Газ-61 остановился перед шлагбаумом. Караульный отдал честь и поднял заслон. Иван Андреевич оказался по другую сторону шлагбаума. Мир сразу сильно изменился, но лейтенант не вдруг понял, почему. Здесь почти не было деревьев и снега. Всюду застыла изрытая комими грязь. В одном месте и земле торчал сапог, напоминая о том, что совсем недавно была осень. Низкие бараки чередовались с палатками, которые дрожали на ветру. Людей нигде не было. Все были на стройках. Выехав с безымянки, автомобиль начал подниматься в гору и потащился за грузовиком. Объехать его никак не получалось. Поэтому Иван Андреевич начал внимательно изучать кузов этого грузовика. Над грузовиком бился на ветру брезент. В одном месте, на кочке, грузовик подпрыгнул. И лейтенанту на секунду показалось, что он увидел под брезентом безголовый труп. Но уточнять он постеснялся. Вскоре дорога стала шире, и они ехали за грузовиком до самого ее конца. Сквозняк хлопнул незапертой дверью и разбудил Неверова. Солнечный свет не пробивался через плотные зимние облака, зависшие над безымянкой, и было непонятно, сколько времени. Лейтенант потянулся к стопике вещей на стуле, чтобы достать часы, но вспомнил, что положил их в брюки. Когда он нагнулся, чтобы взглянуть под кровать, холод комнаты впился в сонное тело. Половина десятого. Нужно срочно вставать. Иван дал себе еще минуту погреться в постели, и когда секундная стрелка трижды прошла круг, он, зляясь на самого себя, сорвал одеяло. Одевшись, ощутил тупую тяжесть в голове. Переспал. Андрей Олих. Безымян лак. Иван Андреевич взял документы и подошел к столу. Здесь складывал их в папке, нарушая строгий порядок дат и разделов. Потом с документами подошел к зеркалу и увидел свое круглое лицо с близкопосаженными глазами, большими залысинами и редкими не по возрасту волосами. Лейтенант органов госбезопасности. Такой же, как и все. Но еще немного усилий, и один преугольник сменят два. И тогда залысины придадут ему солидности. А потом, когда к ним прибавится еще один, третий прямоугольник, можно будет надеть очки в тонкой стальной оправе. Ну, а когда вместо прямоугольников в петлицах появится ромб, он уже сможет не думать о том, как он выглядит. Потому что люди, которые будут смотреть ему в глаза, будут видеть в них только свой собственный ужас. Присев к столу, Иван Андреевич положил перед собой лист бумаги и крупным размашистым почерком написал. 29 ноября 1941 года лейтенант органов госбезопасности Неверов прибыл в исправительно-трудовой лагерь без имен лаг для выяснения обстоятельств смерти начальника отдела снабжения его заместителя. Рассмотрев все документы и выслушав свидетелей, нашел, что никаких злоупотреблений в действиях погибшего начальника его заместителя мною не обнаружено. Кажется, это не очень много для одного дня. Но начало выглядело обнадеживающим. Эх, если бы можно было сейчас вот здесь написать, что я рассмотрел все обстоятельства и не найдя состава преступления, прошу считать дело закрытым. Эх, если бы это только можно было. Но, кажется, начальство ждет от него совсем другого. Лейтенанту очень хотелось спросить у кого-нибудь главного, верно ли я угадал. Но спросить было не у кого. Он привык выполнять приказы, а это было его первое самостоятельное дело. И это была проверка его собственных способностей. По намеку, силуэту узнаю друзей во мгле. Право, в этом нет секрета на бесхитростной земле. С вами был Михаил Перепелкин.